Только за два зимних месяца в республике зарегистрировано 163 пожара. Огонь унес жизни 33 жителей Чувашии, среди них 5 детей. Цифры статистики удручают, но, как утверждают спасатели, уберечь от трагедии могут простые меры, предпринятые вовремя. О роли дворников в системе обеспечения противопожарной безопасности в нашем сюжете. Весной и летом прогуливаясь по городу, можно увидеть металлические люки. Однако не все они, как привыкли думать, горожане ведут канализацию. Люки с обозначением ПГ – пожарные гидранты. Устройство, предназначенное для отбора воды в случае возникновения пожара. И если воды в пожарной машине хватит на 5-10 минут непрерывного тушения, то ресурсы водопроводной сети практически не ограничены. Пожарный гидрант номер 773. Указатель пожарного гидранта на фасаде здания есть, здание Росстандарта. Но, значит, где-то, судя по всему, прям на кольце, где-то посередине должен быть он. Скорее всего, он там и находится. Но, значит, наверняка у спасателей нет возможности, так как участок заметен снегом, а место нахождения гидранта не расчищено. В случае пожара спасатели воспользуются соседним гидрантом, но бесценное время будет потеряно. В каждой организации есть какое-то ответственное лицо, определенное приказом руководителя. Он должен обеспечивать очистку гидранта, утепление, обеспечение подъездных путей. Это его прямая обязанность. На юридических лиц штрафных санкций от 150 до 200 тысяч рублей. То есть понимаете, что штрафные санкции, в принципе, большие. Выходит так, что огромные штрафы не бугают организации, которые несут ответственность за пожарные гидранты. Администрация 61-й школы даже не позаботилась о том, чтобы обновить условное обозначение гидранта. Надпись стерлась, а найти объект под снегом в условиях, когда счет идет на минуту, практически невозможно. Открыть люк и прийти гидрант в действие – дело двух минут. А найти и расчистить его от снега, особенно в темное время суток, задача не из легких. В практической деятельности мы часто сталкиваемся с тем, что мы не можем обнаружить, где расположен данный пожарный гидрант, с тем, что он не чистится, не обслуживается управляющими компаниями или же объектами экономики и предприятиями. Подобные проверки проводятся сотрудниками МЧС регулярно. На организации, не соблюдающие технику пожарной безопасности, в обязательном порядке будут наложены штрафы. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика.